здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня у меня необычное для меня видео и для вас которые со мной это те изделия которые я связала но не снимала мастер класс это по большому счету мои эксперименты то что я хотела попробовать я не была уверена и поэтому это все прошло мимо камеры вот вот такие вот четыре изделия у меня которые я не снимала мастер-класс на них не делала единственное вот этот кардиганчик я там сняла быстро сняла экспресс мастер-класс и как я вшивала молнию именно на швейной машинке этот мастер-класс обязательно будет я это все подвигаю и начинаю вам рассказывать вот эта вещь эта вещь очень симпатична у меня вот была вот такая вот пряжа drops париж уникалор сто процентов катон вроде бы как все все обнадеживающие в этой пряжи но что-то она мне показалось я понимаю что катон он такой цвет 65 кстати цвет очень красивый кирпичный ну и вот я не знала куда применить эту пряжу поэтому возникла вот это вот модель я ее хотела попробовать девчонки вот вот окна мне нету потому что размерчик меньше чем я поэтому вот так вот я ее хотела это из хлопка до из вот этой вот пряжи которые я считаю не подходит ни к чему вот я бы и если честно не покупала сама модель девчонки если заменить узор и сделать допустим из пуха норки очень даже симпатичная что я здесь в этой модельки связала значит то что у нас тут воротничок то откладывающийся вот такой вот модный сейчас да скажем так это вы видите да воротничок далее у нас цель навязанная пройма что очень упрощает задачу вот вот она это цель навязанная пройма здесь у нас круговую и еще у меня здесь по бокам разрезе ким нахлёст спиночка длиннее на 5 сантиметров но узор этот вы знаете это сетка моя там где то есть на канале вот здесь вот я пробовала пряжу и пробовала вот именно этот воротник вот эти вот разрезы здесь у меня было испытание и пряжа пройма тут тут в принципе да ничего нового это я уже вязала и это есть на канале вот такая вот первая вещь и я вот задумываясь что я ее все-таки свяжу в зимнем варианте но какой-то мягенький допустим пух норки либо пух норки с чем-то соедините либо даже девчонки вот этот кашемир который я заказала да точно я сделаю из этого кашемира который я заказала на алиэкспресс вот у меня 500 грамм лежит вот видите я как раз пока вам рассказывала так идея и пришла в голову прискакал вот такая вот эта вещь вот пряжа показала что испытание было этой пряжи так вторая моя вещь вот этот вот кардиганчик еще видите еще и не полностью его обработала вот ниточку здесь потеряла получается ну короче не надо затянуть сюда и прихватить значит этот кардиган это с молнией видите молния у меня ушла в капюшон здесь я использовала супер ланом я там номера цветов я вам оставлю в том видео где будет обзор на эту кофточку экспресс мастер-класс и молния то всю пряжу вот это вот блестящая пряжа это тоже мне давали на рекламу вот лежала она лежала маечку я из нее вязала и теперь вот этот вот кардиган мне очень понравилось то что у меня получилось и по факту он очень просто связано здесь никаких скосов никаких окатов рукава благодаря тому что платочная вязка она работает во все стороны то есть там где надо сжаться она сожмется где надо растянуться она растянется благодаря этому получилась вот такая вот прекрасная вещь вот с молнией вот чуть волниться молния но это девчонки поверьте мне платочная вязка она имеет тенденцию вниз растягиваться и вот кстати на видео я там подтягиваю сзади это просто потому что вещь еще не было в носке а потом это платочная вязка я думаю вы в курсе все что она потом раз-два и она растянулась а так как здесь молния то нужно этот шаг предвидеть чтобы потом не висела по бокам вот такая вот моделька они чуть более я расскажу в том видео в котором я буду вшивать замок вот и я думаю это вам пригодится для тех кстати на домашней машинке для тех кто хоть как-то обладевает этой машинкой упростить себе задачу и вшить молнию вот таким вот способом прекрасным я думаю видео будет полезным вот вот такая вот такой кардиганчик этот кстати если уж совсем будет большой спрос я посмотрю я сделаю и попетельный мастер-класс вполне возможно потому что мне и сама модель понравилось и да все в нем понравилось и простота и вот этот вот объемный капюшон мне очень понравилось вот что у меня еще получится девчонки это тоже эксперимент это эксперимент из серии используя остатки использовала и идею вот эту вот из последнего или предпоследний журнал который был в обзоре разные фактуры и разные узоры да с капюшоном но я использовала только идею здесь все все пришивное сшивное я же сделала начинала с капюшона и потом регланом вниз вязала то есть связала капюшон потом вот здесь вот набрала петли по капюшону и распределила реглан соответственно здесь у меня и росток и подрезы все у меня по классическому реглану есть по нюансам что я скажу видите я здесь оставила как типа сейчас модно но это я пока оставила еще буду думать возможно это все дело буду маскировать на данный момент это все вот вот мне нравится необычно плюс к тому что вот это вот пряжа разно фактурное разные узоры да и немного особенностей я вам скажу вот у меня была пряжа разной плотности что я делал так которая толстенькая вот смотрите я обязала либо лицевой гладью либо рисом да а та которая тонкая я не сматывала в 2 нить я просто меняла узор вот из тонкой пряжи у меня платочная вязка вот здесь и из тонкой пряжи под полупотенная резинка вот таким вот образом комбинируя эти фактуры как бы толщину компенсируя до узором толщину пряжи вот я и вязала и вязала пока они используют не использовала все остатки тут в принципе у меня цель была использовать остатки что внизу внизу лицевая гладь и подшит рукавчик то есть он такой не резинка а такой вот свободный двойной то же самое я сделала и внизу и ложную вот эту кетлевку сделала вот таким вот образом рукав просто иглой подшила мне было неудобно вот что в этом джемпере использование остатков да и он у меня получился прям как такой оверсайзик большой и такой уютный хороший теплый вот так далее девчонки ну и модель журнала я использовала как идея что у меня есть интересного вот мне самая интересная вещь и больше всего экспериментов это у меня вот этот вот джемпер что в нем не так вернее так и что я хотела попробовать во первых хотела попробовать счастливой случайности у меня было вот то стоят пряжа ализе мега мегафил суперлана мегафил по моему я знаю что мегафила вот не помню промежуточное название и кид мохер видите вот эти джемпера я не знаю если я найду фотографию скрин у меня был если я его не удалила но там джемпер был белый вот так половина с толстой пряжи вот так как-то фигурно половина из тонкой пряжи но я так кардинально не делала я просто сделала круглую кокетку и вот здесь вот как бы чередовала полосы но я думаю что здесь не страшно что дырки да за счет мохера но все будет тепленько и и хорошо сам эффект вот этого чередования толстой пряжи и тонкой мне безумно нравится девчонки я обязательно его используют вы мне напишите в комментариях вот из из всех четырех вещей мне кардиган нравится но с кардиганом я еще буду думать буду разбираться еще есть видео уже снято но не смонтирована если вы захотите я сделаю по петельной натутка мастер-класс именно по петель на не только молнию вот и вот этот вот лично по мне мне он очень понравился я его не успеваю сфотографировать на суде нужно его отдать но рукав получился 3 четверти только потому что у меня не хватило пряжи вот это у меня ушла упаковка этой пряжи и где-то 150 граммов кид мохера в 4 сложения вот значит использовала я вот эту вот комбинацию разных плотностей пряжи именно не вязание а пряжи очень мне понравилось что я еще здесь пробовала девчонки я здесь пробовала круглую кокетку именно знаете что как рассчитать вот правильное количество добавленных петель вот эту вот закономерность и мне вот эта идея пришла я не знаю может существует какая-то пол формула по которой рассчитывают эти как бы круглые кокетки ну вот я придумала ее и и и сама может не придумала просто вот такой способ родился в моей голове так скажу возможно он правильно возможно неправильный но вот эту вот форму как бы лично свою я на этом джемпере и пробовала и должна я вам сказать она будет работать на любую плотность и не знаю как на любой узор любой узор вряд ли вы адаптируете там где вот ажурные узоры да то тогда вы там нужно уже именно этот мотив подбирать я думаю они и рассчитаны на то чтобы вязать круглую кокетку а этот метод именно рассчитан на то чтобы вязать допустим чулочной гладью да вы хотите у вас пряжа с градиентом и либо вы вяжете вот полосами пусть не разной пряжей но разными цветами и вам просто нужно круглая кокетка горловины и дальше продолжить вот именно для вот таких вот джемперов этот способ я и проверяла то здесь вот она получилась круглая кокетка все хорошо все легло по круглому когда вы чтобы быть поэтому вот так вот у меня я сделала удлиненный как бы линию реглана удлиненую вот и вот такой вот джемпер у меня девчонки получился пусть он чуть-чуть вы хотя вы знаете может не аккуратно выглядит потому что добавление вот здесь вот видите я не пробовала добавлять вот здесь вот это ужас там дырки получается поэтому вот здесь видите по кокетке у меня добавление из видно ну возможно это в этом есть прелесть вот этой грубой тоже что как бы каждый и каждая петля каждый шаг виден тут мнение такое двоякой к кому-то это плюс кому-то минус ну вот что есть то есть я с вами делюсь вам показывает и говорю свое мнение свое же мнение ваше мнение я с удовольствием почитаю вот в будущем если вдруг у меня что-то будет опять какой-то эксперимент обязательно будут вам показывать потому что я раньше этого не делала почему не знаю теперь смотрю девчонки всем хвастаются думаю уже у тебя сколько всего было и ты не похвасталась а тут собралась целых четыре вещи понимаете и а знаете почему собралась четыре вещи потому что мне нужно было я вернее вы знаете до последнее время что я освобождала место использовала все все остатки не все конечно но я пыталась хотя бы какую-то часть этого всего завала как бы переработать не ликвидировать переработать потому что еду в украину и думаю я с двумя чемоданами я должна пряжу привести поэтому должна была ставить место на вот это все вот девчонки все на сегодня я вам сказала все что хотела и показала все что хотела а я с вами прощаюсь пишите ваше мнение пишите пожелание если вдруг кардиганчик вам нужно то я вам сделаю девчоночки а вот этот вот я не знаю короче напишите как вам как вам девчонки вот ну все я с вами прощаюсь с вами была витя школа рукоделия всем пока пока